МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недальновидность или корысть. Солнечногорцы страдают от хаотичной застройки города. Стали меньше нарушать. Госавтоинспекторы констатируют повышение сознательности у самых проблемных участников дорожного движения. Концерт для книголюбов. В год юбилея Высоцкого стало известно еще об одном его выступлении в Солнечногорье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не успел Солнечногорск как следует оправиться от палаточного бума 90-х годов прошлого века, как теперь новая напасть. По аналогии с распространением по городским территориям преснопамятных палаток в последние годы на улицах, как грибы появляются современные торговые точки. И хотя выглядят они презентабельнее неказистых палаток, но проблем создают гораздо больше. Район Советской площади. В современных торговых центрах здесь понатыкано с избытком. Но те, кто давал разрешение на их строительство, явно не додумывали. Или не хотели этого делать. Как результат, проблемы в окрестных дворах. Жильцы дома номер 6 по улице Советская жалуются на автомобилистов, приезжающих в соседние торговые центры. Они оставляют свои автомобили во дворах, потому что у новых мест торговли парковок просто нет. Жильцы дома номер 6 в час пик с трудом передвигаются по своему двору. Машины здесь стоят впритык друг к другу. А для того, чтобы развернуться, автомобилисты вынуждены заезжать на газоны. Детям негде, да даже пожилые выйдут и идут, оглядываются, куда идти и что. Потому что машины вообще в два ряда. Тут зимой что творится, это не пройти, не проехать. Мусорная машина мусор не может забрать вовремя. Приезжает по несколько раз. Люди недоумевают. Если власти давали разрешение на строительство торговых центров в старых кварталах, то почему не учли, что полагающиеся гостевые парковки вписать там, как правило, некуда? Как выясняется, та же проблема существует и в новых строящихся микрорайонах Солнечногорска. К ней добавляются и попытки самозахвата территорий. Жильцы домов номер 1 и 5 микрорайона Рекенцо-2 сетуют, что их квартал – лакомый кусок для застройщиков. Они то и дело норовят занять свободную территорию под какие-нибудь торгово-офисные центры. Большой офисный центр посередине микрорайона стоит. Здесь еще один офисный центр, еще какой-то торговый развлекательный центр. Нам вполне, ну, как бы, уже это будет достаточно много. Людям нужно хотя бы выгуливать собак и ставить машины. Вы видите, в этом огромном доме, я думаю, что в среднем на одной лестничной клетке, наверное, машина-то есть. И еще сейчас незначительное количество этого дома заселено. Поэтому со временем здесь начнутся и коллапсы вот такого плана, что за парковку будут биться люди. Тем более, если это офисный центр, конечно же, там тоже будут какие-то парковочные места. Ну и плюс площадка будет занята под самим офисным центром. А жильцы дома номер 3 микрорайона Рекенцо-2 провели целое протестное собрание по аналогичной проблеме. Около их дома еще один предприниматель решил построить офисный центр. Как оказалось, незаконно. Эту землю, оказывается, продали еще в прошлом году. Без всяких слушаний, без всяких аукционов, без всего, без всего, без всего. Значит, это уже проверили без согласования в архитектуре, без так далее. Целый комплект документов с нарушением. На вот этом участке земли, который по плану городскому был предназначен как красивый газон, с лужайками, с лавочками, на нем предполагается строительство трехэтажного комплекса торгового. На самом деле, мы считаем, что это неправильно. В том плане, что у нас отсутствуют детские площадки, у нас отсутствуют технические площадки. Это единственный зеленый клочок земли, который у нас остался. И, скажем, потерять его физически мы просто не можем. На недавнем совместном заседании районной общественной палаты и городского общественного совета глава района Юрий Панкратов подтвердил, что в городе и районе существует проблема хаотичной застройки. Многие строительства у нас производятся без разрешения. Существование проблемы подтверждают и в городской администрации. Это большая проблема, которую нам предстоит решать. И какого-то сиюминутного решения этой проблемы я вам сейчас просто доложить не могу. Но над этим думает не только руководство города, но и руководство района, архитектура. Эта проблема давно в стадии решения. Сколько же времени нужно местным властям для наведения порядка в застройке городских территорий? И принимаются ли какие-то меры к тем, кто пытается строить в городе без соответствующих разрешений? Ответов на эти вопросы у нас пока нет. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Подтопление придомовой территории по адресу Красноармейская, 10 до сих пор не устранено. Напомним, что 10 июля в нашей программе мы рассказывали о невысыхающей луже перед домом номер 10 по улице Красноармейская. Как оказалось, всему виной неисправный водосток. В результате жильцы дома и прохожие испытывают неудобства в течение многих лет. Во время подготовки репортажа местные власти пообещали решить проблему через несколько дней. Однако на днях жильцы сообщили нам, что со стороны чиновников никаких действий не последовало. Лужа по-прежнему на своем месте, а частые дожди на этой неделе только ухудшили ситуацию. Глава города сообщил нам, что держит на контроле ситуацию с подтоплением территории у дома номер 10 по улице Красноармейская. А работы пока не проводятся, так как решение проблемы требует более серьезного подхода, чем показалось на первый взгляд. Поручил специалистам, инженерам своим, финансистам дополнительно изыскать средства. Если вдруг в этом году не удастся каким-то образом решить эту проблему, то сделаю все, обещаю вам, в следующем году, потому как там надо дорогу перекрывать, там нужно дорогу вскрывать, там нужно трубу менять, она там 250 диаметров, но там вообще, ее сто лет там никогда не меняли. Там нужно капитальное решение. Солнечногорские скутеристы и их родители стали более сознательными. Это подтверждают прошедшие накануне профилактические мероприятия под названием «Скутер» и «Подросток семья». За их проведением наблюдали наши корреспонденты. Профилактические мероприятия под названием «Скутер» проводятся два раза в неделю. Данные рейды направлены на выявление скутеристов и мотоциклистов, управляющими транспортным средством без шлема и документов. В случае выявления нарушителей, достигших 16-летнего возраста, сотрудники ГИБДД выписывают штраф. Был составлен протокол по статье 12.29.2 со штрафом 200 рублей. Если же нарушитель еще не достиг возраста 16 лет, сотрудники ГИБДД совместно с отделом по делам несовершеннолетних в рамках операции «Подросток семья» вызывают родителей ребенка, нарушившего правила. Составляется протокол на родителей, потому что родители несут ответственность. После чего отправляется протокол на комиссию, где там будут рассматривать. Что делать? На учет ставить ребенка или штраф. По данным ГИБДД, в этом году благодаря профилактическим мероприятиям трагических случаев со скутеристами на дорогах Солнечногория не зафиксировано. Нарушений среди несовершеннолетних также стало меньше. Родители маленько начали задумываться. Детей до 16 лет стало меньше на дорогах, которые не знают ни правил, ни поведения на проезжей части. За один день операций «Скутер» и «Подросток семья» сотрудники ГИБДД и инспекции по делам несовершеннолетних составили 17 протоколов на нарушителей, достигших 16-летнего возраста. И 10 карточек направили в отдел по делам несовершеннолетних. Ты из этого учел вообще? Ну да. В шлеме ездить. Не будешь больше, да? Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 25 июля страна отметила День памяти актера, поэта и барда Владимира Высоцкого. Социологический опрос 2010 года показал, что Высоцкий занимает второе место в списке кумиров 20 века после Юрия Гагарина. В прошлые выходные в Доме творчества и отдыха художников «Сениш», где выступал с концертами Владимир Высоцкий, прошел традиционный вечер его памяти. В очередной раз у памятника Владимиру Высоцкому в Доме отдыха и творчества художников «Сениш» собрались барды, актеры, работники культуры и простые почитатели творчества Владимира Семеновича. Среди гостей создатели памятника скульптор Леонид Бурыкин и художник Иван Плаксин. Вечер памяти знаменитого актера и поэта начался с поминальной службы, минуты молчания и перезвона колоколов. Для меня Владимир Семенович всегда являлся эталоном мужества, мудрости и справедливости. Той путеводной звездой, которая ведет ко всем этим понятиям справедливости, честности, мудрости. Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук. Пришедшие на вечер услышали как популярные песни Высоцкого, так и менее известные. Например, песню «Свой остров» исполнила Светлана Смирнова под аккомпанемент Михаила Графера. Мне накаркали беду с дамы и пик, нагадали, что найду материк. Нет, гадалка, ты опять не права, мне понравилось искать острова. Среди выступавших был и молодой бар Дмитрий Вешнев, участник грушинских фестивалей, получивший звание лауреата за исполнение песен Владимира Высоцкого. Он привнес свою нотку во всем знакомую и любимую манеру исполнения Владимира Семеновича. В этот раз на Солнечногорском вечере памяти Высоцкого был зарубежный гость. Директор театра «Абажур», актер и писатель из Риги Борис Леви рассказал, что не так давно он написал книгу. Несколько глав в ней посвящены огромному детскому впечатлению, которое произвели на автора песни Высоцкого. Меня привели в кинотеатр, посмотрел фильм «Вертикаль», который все, конечно, видели. Я его смотрел ребенком. Я помню, что я был просто в восторге от этого фильма, когда услышал эти песни, и мне показалось, что это просто великолепный фильм. Спустя 20 лет я посмотрел этот фильм, и кроме этих песен там нет ничего. Это какой-то научно-популярный фильм с актерами. На вечере звучали и произведения, посвященные памяти Высоцкого. Народный артист России Рафаэль Клинер прочел строчки Беллы Ахмадулиной. Не кладите это тело в гроб. Для него футляр гитары места. И не надо громкого оркестра. Дрожь струны до пары теплых слов. Завершился вечер совместным исполнением песни о друге, которую подхватили и зрители. Подпели! Если шел он с тобой, как твой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Юлия Беспалько, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». До некоторых пор считалось, что Владимир Высоцкий выступал с концертами в Солнечногории дважды и оба раза в Доме отдыха и творчества художника в Сенеж. Но не так давно мы узнали, что Высоцкий дал еще один концерт в нашем районе, в поселке Менделеево. Его организацией занимался клуб «Книголюбов НИИВ-3». О том, как это происходило, нам рассказал житель Менделеева Анатолий Иванович Ковтун. 9 декабря 1978 года состоялся концерт Владимира Высоцкого в Менделеевском Доме культуры «Метролог». Его организовали для членов местного клуба «Книголюбов», председателем которого была Юлия Сергеевна Ковтун. Изначально члены клуба просто встречались и обсуждали прочитанные книги. Но председателю Юлии Сергеевне, очень образованному и активному человеку, пришла идея приглашать на заседание клуба артистов. Свои идеи она поделилась с мужем. Организовывать концерты. Говорит, давай. И вот, значит, она связалась в Москве с товарищами. Я не знаю, как она это сделала, чтобы можно было приглашать артистов. В результате в Менделеево побывали очень многие известные артисты, музыканты и писатели. Среди них Юрий Никулин, Владимир Басов, Маргарита Терехова, Эльдар Рязанов, Николай Караченцев. Пригласить с концертом Владимира Высоцкого члены клуба хотели всегда. Но сделать это было довольно сложно. Организовать выступление знаменитости Юлия Сергеевне помог в случае. Вдруг мы узнаем, каким-то образом, Химки его, Химки, пригласили. А начальство запретило. На него запрет был, понимаешь, строгий. Благодаря своим знакомствам Юлии Сергеевне удалось перенести концерт Высоцкого из Химок в Менделеево. Желающих попасть на выступление было столько, что мест в ДК «Метролог» не хватало. Пришлось ставить приставные стулья. А для Анатолия Ивановича это выступление Высоцкого стало самым ярким. Идет концерт, пройдет там какое-то время, идет отдохнуть за кулисой. И туда спустится, там чашечку кофе выпьет, немножко передохнет и опять выпьет. И опять. Я таких артистов еще не видел. Он так выкладывался. Менделеевский концерт Высоцкого был вполне официальным и для большинства зрителей бесплатным. Гонорар артист получил в районном управлении культуры. Как и на другие концерты, организованные клубом книголюбов, билеты продавались только на несколько мест в первых рядах. Вырученные средства, по словам Анатолия Ковтуна, традиционно шли на организацию чаепития для артистов. Кончается концерт. Они устраивали чаепитие. Ну, устают артисты, понимаешь, после концерта. Надо передохнуть. Организатора Менделеевского концерта Высоцкого Юлии Сергеевны Ковтун уже нет в живых. Анатолий Иванович живет один. Он трепетно хранит фотографии, на которых его жена, дочь и Владимир Высоцкий. Юлия Беспалько, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В последнее воскресенье июля Россия отмечает День военно-морского флота. Вопреки географии, для Солнечногорска этот праздник является одним из самых любимых. Благодаря веселым программам, которые ежегодно проводятся на городском пляже. О том, что интересного ожидает солнечногорцев и гостей города на берегу Сенежа в этом году, мы попросили рассказать организаторов праздника. 28 июля на городском пляже состоится традиционный праздник, посвященный Дню ВМФ. В программе праздника такие традиционные моменты, как заплыв главы, потешный флот, в котором в этом году участвуют 11 команд, конкурс «Песочные забавы», регистрация участников начнется с 11 часов, честование ветеранов Великой Отечественной войны, моряков, всех, кто посвятил свою жизнь военно-морскому флоту, ну и, конечно же, игровая концертная программа с участием сказочных персонажей «Садкова», «Морского царя», «Озерная дева». Всех ждем 28 числа на городском пляже. Открытие праздника в 12 часов. И это все на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте www.son.ru. Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Программа «Наше время», напоминаем, выходит в эфир по средам и пятницам в 19.30 с повтором в четверг в 8.14.00, в субботу в 8 часов утра. Кроме этого, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30, в понедельник в 8.14.00 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». Вас впереди еще ждет прогноз погоды. Я на этом прощаюсь. Желаю всего доброго и удачи в наше время. Редактор субтитров А.Семкин